всем привет мне говорят смотреть камеру но камера слишком высоко я сегодня заказала штатив настольный и его вроде как 17 в связной должны доставить там мне просили обзор подарков сделать ну как наверное частичный обзор подарка потому что часть я обозрела вчера в этой самой трансляции не в честь дня варенья части ну физически мне как-то это сложно будет обозреть потому что это сушилка такая вот кому надо я могу сфоткать и скинуть в личку был в контактике допустим в одноклассниках там еще где-нибудь морда книги в общем куда-нибудь в личку могу скинуть сушилка такая вот складная металлическая забыла я как называется по моему сушилка сушилка для белья может как-то еще называется она мне родственники подарили вообще шикарная вещь я такую хотела но я не думала что мне такую подарит могу обозреть еще вот тут конфетки мне вчера в библиотеке очень бывшая сотрудница подарила я конечно их уже обозревала показывала в этом стриме ну а еще мне подружка подарила монетку вместо того чтобы прислать посылки чай и конфеты и сказала что типа сама захочешь и купишь себе какой хочешь типа чай конфеты но так как у меня чая дофига а конфет мне тоже надарили всякие верующие в лёльку добрые самаритяне то я решила что точнее как как бы сказать никто не подарил лёльке эквивалент вот этой штуки полуживой а я вспомнила что есть в коду такая маленькая щеточка деревянная и туда ломанулась сегодня кстати меня поздравила даже хозяйка коду вчера в одноклассниках так приятно вообще было но один конечно товарищ сделал вид что он не знает что у меня день рождения но в контакте в жж и в скайпе напоминания там идут по моему вообще занес за неделю если не раньше еще в день события ну я не то чтобы вчера я не расстроилась сегодня просто в такое негоду я впала но немножко обидно было когда мне еще выдали что типа не хотим отвлекаться и пройдя на речь варенье мое вообще не слова у меня тупо так выписываю настолько выписываю что до сих пор вот меня то тема это тележит но она пожаловалась диме сетевому полу сетевому проятелю на одного программиста другому программисту он сказал лёля не трать нервы забей и выпить чаю ну в общем примерно так я и сделала правда чая еще не не заваривала в общем гонялась я в этот в коду еще мне сегодня наконец-то возобновилась поставка молочка козьего а то я чё-то как-то суббота у меня закончилась воскресенье понедельник вторник среда практически пять дней без молочка было у меня прям какая-то не то что молочковая козья ломка была просто как бы не знаю что ли покупать уже обычное молоко то ли все-таки еще привезу пакетик у меня конечно от лёльки из тюмени ну вы пакетики конечно то что я купила во первых я вспомнила что у них есть вот такие вот штучки под эту меня было в два раза короче это под эти палки ароматические у меня куча ароматических палок но вот куда-то делась такая вот штучка она была в два раза тоньше и в два раза короче такая наверное но в подсвечнике не не всегда удобно потому что но как-то да если зиму до середины сгорает и потом как-то фиг знает она тухнет раньше чем могла бы тут она у нас чё хоть у нас тут лыжа без бронзы так и написано лыжа без бронзы может бывает лыжа с бронзой короче 47 рублей по-моему она стоила и кстати вот она пахнет какими-то вот этими благовониями правда она лежала на благовониях там галины не было была марина мы с ней немножко про тренды чали магазин слегка расширился в половину бывшего нашего магазина я немножко в шоке была мне так что-то стало обидно за наш магазин бывший в общем у меня тут это пакетики в таком не положили я пару масел еще купила мне самом деле в общем заказала я на озоне масляную эту масляную мыльную основу с маслом ши и короче два килограмма там еще всякой требедине завтра это забираю вообще пришла смешка сто сегодня но я по времени бы не успела в общем вписаться до закрытия нашей базы потому что она работает с трех до пол шестого но как-то очень маленькое время очень неудобно хотя подозреваю там обычно столько коробок я подозреваю что принципе люди ну если бы она подольше работала или хотя бы до семи там часов людям было поудобнее в общем я себе там приобрела давно на них смотрела пару масел я хочу добавить ну и мыло которое буду делать там мне еще человек попросил бальзам для губ и вот для ногтей я еще себе хочу сделать вот для ногтей что у нас тут масло макадамии и рафинированное вот это по-моему было 68 это 58 рублей тут у нас оба они до января девятнадцатого года производитель аромаджик аромаджик короче говоря новосибирск арома аромагик аромагик короче из сайт www.aromagica.ru практически мадокомагика тут у нас чоколейт называется стопроцентное масло макадамии рафинированное ну и какое там у него действие и что оно прямой отжим методом прессования орехов макадамии с последующей фильтрацией м а тут у нас масло обликосовой косточки я что то как то напряг вот с этими косметическими маслами я себе одно заказала на озоне но там тоже как то странно было со всеми этими маслами я там отзывы еще посчитала что на какое где то написано что чуть ли не подсолнечное масло налито ну я по умолчанию раньше в фикс прайсе покупала облепиховое масло это и миролы или в аптеке покупала то же самое а тут что то из за этого масла ехать в фикс прайс на другой конец города где вечно ходишь как в полуобмраке там то ли запахи какие то не такие в общем какое то там состояние вообще жуткое становится и я решила что на озоне там по моему ну разница рублей 10 наверное плюс еще у меня бонус был 300 рубликов от озона в честь дыры ну и у нас тут тоже получается этим самым холодным отжимом тут такая красивая чоколейт чоколейт вот такие два пузырёчка я хотела глянуть сколько тут миллилитров что там то на ценнике вроде написано было а тут 30 миллилитров даже больше чем я думала а нет 20 миллилитров 20 миллилитров и тут 20 наверное просто оно как то так нарисовано будто 30 ну короче нормально 20 миллилитров немножко маслица я думаю в мыло чуть-чуть покапать в основу и в этот самый в бальзамы очень даже пойдет ну и основная штука оно набором я правда думала дешевле мне казалось но на самом деле набор оказался за 300 вообще у меня вышло все 473 рублика вот такая вот фигня тут у нас мочалка мочалка какие там пемзочка и маленькая щеточка и все это вот в такой бадье мне казалось что тут где-то наклейка была в этой бадье мне еще Марина говорит ну типа 8 марта там кому-нибудь подаришь ну или кому-нибудь подарю или будет так в прозапас лежать все эти конечно же тут оно у них стояло подозреваю года 3 или 4 потому что вот здесь уже досочка рассохлась это я уже увидела ближе к дому но зато тут есть маленькая расчесочка деревянная у меня что-то точнее щеточка у меня с ними такой напряг точнее вот я видела в атаке ну там какая-то такая вот прям не знаю лошадиный хвост лошадиную гриву чесать вот такая вот слопотень тут у нас такая она конечно поменьше чем вот эта раза не знаю на одну треть поменьше маленькая но зато удобненькая можно в сумку если что убрать с собой вообще у меня что-то волосы такие стали настолько видать привыкли ко всем этим шампуням наверное надо разнообразие какое-то сделать потому что я вот сейчас опять тайски мою но что-то она у меня второй день прилизанная слегка тут у нас запечатанная зафольгированная веревочка только не зафольгированная это самая как ее там пенза пенза в общем у меня есть две пензы одна от эвраши другая вообще не знаю откуда ну да такую можно кому-нибудь подарить губочка шариком маленьким у меня сейчас два шарика губочка есть точнее две губочки шариком в правонапасе это вот как раз от лены и лёли тёзки от разных подписчиц и еще одна там от кодок как раз от от тимоты по моему фирма в пользование тут такой маленький шарик приплюснутый такая розовая губочка ну вообще я люблю такие шарики я думаю они это когда те испортятся и используются я этим буду пользоваться но если конечно никому там не понадобится из окружения и кто не скажет лёля хочу этот шарик да тут у нас вот такая губочка видимо массажная я-то думала она как-то сложена в общем она вот так на губку точнее на руку эта губка одевается может это как-то да наверное этой частью намыливается и массажируешься мне как-то тетя дарила такую длинную и там вот такой же фигней было проделано но у меня что-то это как-то длинная шла-шла я про неё забыла он так висит я забываю вот так вот ей тереть я как-то умудрялись без такой штуки обычной протереться промылить эту спинку в общем там у нас такой белый поролончик вот эта вязаная фигня за люфа наверное и тряпочка такая розовенькая и деревянная фигня деревянная фигня ну деревянная фигня может так что пригодится мало ли яблоки купленные положить кстати вот эти яблоки в пятерке я не знаю какого они там когда их там снимали прошлого года сезон типа этот урожай прошлого года но они такие крепкие вот будто и может где-нибудь у нас есть какой-нибудь супер юг в России где там допустим в декабре эти яблоки созревают из деревьев и снимают а вот такая вот штука ее уже по-моему даже не приклеишь значит можно сюда ложить что-нибудь такое что через вон ту дырку не вылезет ну прикольная такая в крайнем случае когда-нибудь если она вдруг надоест ее можно сжечь ну или как-то тут заклеить фигня вообще я люблю всякие такие деревянные хренатинки но суть главная у меня была вот эта щеточка теперь у меня есть счастье у меня есть эта щеточка и пофиг что некоторые из принципа проигнорировали мой день варенья сказав что у меня столько работы ну так это раза три в контактике висел с компап с работы ущипнула бы ну да правда нефиг нервы тратить лучше сейчас пойду и заварю себе чайку ну в смысле заваренный у меня по-моему там какой-то чайчик но чайку можно выпить попить чайку ну и я не знаю надо будет обозревать этот заказ озона или нет потому что я завтра еще поздравляться иду на другой конец города после озона но если чё надо то обозреваю вот хорошо что вот эта камера она вот это записал на паузу нажал файлик появился и можно на на youtube сразу заливать в общем да кстати мне этот родственник теперь смотрит так прикольно раньше мне стрёмно было когда я узнала что меня родственник смотрит я так перестала сразу вконтактик выкладывать на основную страничку видосики но мне так стрёмно стало вот мне не стрёмно что меня смотрят куча людей которых я в глаза не видела а то что у меня те кого я знаю стрёмно но я так поняла что человеку нравится в общем родственник привет всем пока а